Всем привет! Меня зовут Чайгана, я художник. Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я буду делать обзор на автоматический карандаш от Kawiko и также буду рисовать им в своем новом скетчбуке. Я очень рада начать новый скетчбук, потому что когда ты его начинаешь заканчиваешь, это всегда что-то очень такое, очень приятное. Итак, карандаш смотрим. Это карандаш, как я сказала, от Kawiko. Kawiko — это немецкий производитель, известный во всем мире, пишущий инструментов. Такая вот упаковка. Это коробочка, можно сказать, и здесь внутри находится уже металлическая подарочная коробка, которая очень красивая, и можно видеть, какая она религия красивая. Поверхность матовая, очень приятная. И открываем. Внутри у нас находится наклейка, приятные мелочи и также такая небольшая инструкция. Здесь есть информация по различным материалам, которые производит компания Kawiko. И в футляре мы видим, собственно, сам карандаш. На карандаше мы можем прочитать модель Kawiko iSport. Карандаш и скетчбук мне отправили на обзор MPM Art. Это дистрибьютор художественных товаров в Россию. И я очень-очень рада просто получить такой прекрасный карандаш, потому что я долгое время мечтала об удобном, хорошем, качественном автоматическом карандаше, потому что я рисую обычными карандашами, и мне всегда хотелось сделать переход на автоматический, потому что это очень удобно. Итак, смотрим. Механизм здесь кнопочный. Чтобы у вас появился стержень, вам нужно его нажать, эту кнопку. Здесь есть гравировка, где написано Kawiko. Корпус сделан из алюминия, цвет очень красивый и поверхность матовая. Длина карандаша составляет 10,5 см, что очень удобно для того, чтобы носить с собой. И такой карандаш идет в наборе с гриппелем. Гриппель размера 0,7 мм, то есть такой средний размер. И как же менять гриппель? Вы просто убираете вот эту верхнюю часть и в эту маленькую трубочку вставляете новый стержень. Эту информацию также можно найти на листочке, который прилагается в коробке. Наш карандаш, наша модель, это вот эта модель Sport Size. И тут показывается, что верхний колпачок нужно убрать. И также просто вставляешь гриппель. Здесь есть информация также о других ручках, карандашах, разные модели. Вот здесь есть небольшая информация о компании Kawiko. Они производят пишущие товары с 1883 года. Это началось в Германии в городе Гейдерберг. И здесь написано, что компания изначально называлась именно так. Потом они изменили название на Kawiko. Диаметр в самом широком месте составляет 1,4 см. И давайте опробуем карандаш в действии. Это у меня такой скетчбук большого размера в твердой обложке от Sakura. Размер 21 на 29,7 см. Здесь 80 листов. И плотность бумаги составляет 140 грамм, что довольно неплохо. Конечно, это не скетчбук для акварели, например, для водных красок. Но она будет отлично подходить для других графических материалов и также для пастели, для акрила. Мне кажется, что много всего можно сделать на этом скетчбуке. Я буду с радостью его заполнять. Давайте посмотрим, как он выглядит. Я убрала вот эту бумажку. И мы видим просто очень стильный скетчбук черного цвета. И что в нем интересное? Это держатель для ручек и карандашей. Это очень удобно, особенно если ты берешь скетчбук с собой куда-нибудь. Или просто чтобы карандаш всегда был рядом, на месте. Идеально просто вписывается на шкавико iSport. И также здесь есть такой вот конвертик, куда можно положить разные нужности. Например, скетчи, которые выполнены просто на бумаге, которые вы боитесь потерять. Или же просто какие-нибудь наклейки, бумагу, пергамент. Все, что хотите. И также здесь есть такая закладка. Это будет удобно, когда вы начнете активно заполнять скетчбук. Потому что в начале, когда есть только два-три рисунка, вы знаете, что у вас все это в самом начале. Просто открываете и рисуете. Но когда уже нарисовано 30-40 скетчей, то для экономии времени, мне кажется, просто отличное решение. Давайте начнем рисовать. И также хочу сказать, что этот скетчбук очень удобен тем, что его можно открыть на 180 градусов. Потому что бывают такие скетчбуки, которые тяжело открываются. И для того, чтобы вам сделать такой разворот, нужно очень постараться и смотреть, чтобы швы не разошлись. Потому что не каждый скетчбук может вот так вот свободно открываться. И я начинаю рисовать. Я планирую сделать несколько небольших быстрых скетчей. Это будут быстрые, легкие скетчи, без какого-то особого старания. Конечно, стараться-то я буду. Стараться надо всегда. Но я имею в виду, что не будет очень долгого сидения и проработки. Карандаши Ковика, как и перьевые ручки Ковика, имеют восьмигранный дизайн. Это дизайн, который сохранился с начала 20 века. Там есть небольшие изменения, но в общем и целом дизайн остается таким же. Держать его невероятно удобно. И когда я рисую, я уже чувствую, насколько карандаш рисует сам по себе в каком-то смысле. Потому что он настолько плавающий. У меня сравнение есть с маслом и ножом. Знаете, вот когда горячий нож и мягкое масло, то резать такое масло горячим ножом очень легко и приятно, потому что это происходит легко. У меня будет скетч выходить и на другой лист. Это ничего страшного. На то нам и дан скетчбук, чтобы делать быстрые, свободные скетчи, где хочется, когда хочется. Так что... И очень классное насчет этих карандашей, это то, что перед тем, как отправить любой предмет, будь что-то ручка или карандаш, который производит Ковико, то отдел качества, они смотрят все изделия. И только если с ним все отлично и качества соответствующие, то тогда они отправляются дальше. Вот мой именно карандаш, он цвета розовое золото, отполирован тоже вручную и покрыт нежным таким лаком розовым. Я знаю, что у Ковико есть много моделей карандашей, есть цанковые карандаши, если вы не знаете, это карандаши, где гриппель толстый, он не такой вот маленький, как здесь, 0,7 мм, там 0,5 мм, там не такие размеры, а вот гриппель, он такой толстый и он идеален для того, чтобы, знаете, вот так вот проходиться по листу, чтобы захватить большую область. У них есть цанковые карандаши, цвета тоже разные, просто у меня глаза разбегаются, каждый раз, когда я смотрю, у меня есть от Ковико перьевая ручка, тоже розового цвета, и она, я просто взяла её и рисовала очень-очень много работ, и с того времени, как ко мне пришёл этот карандаш, я успела им немного порисовать и составила мнение. Большую часть времени, что я рисую, я использовала обычные простые карандаши, и я не скажу, чтобы это было как-то неудобно, или приносило мне дискомфорт, нет, всё было нормально, обычные карандаши, почему бы и нет, но мне всегда хотелось иметь автоматический карандаш, который был бы у меня очень качественный, надёжный, и который всегда был бы под рукой. Если я хочу рисовать простым карандашом обычным, я буду им рисовать, но я заметила, что для меня всё-таки автоматический карандаш намного удобнее, потому что его держать удобно, от него как будто бы меньше грязи получается, я не знаю, почему так, но это так, наверное, потому что грифель маленький, и его не надо точить, это очевидная причина. Линии получаются тоненькие, чёткие и маленькие детали, такие как глаза, ресницы. Без того, чтобы отходить, точить карандаш, вы просто сидите и рисуете ни о чём не задумываясь и не беспокоясь. Итак, я когда рисовала на таймлапсе, вы видели, что я не оберегала вот эту вот часть, я просто проводила рукой, где здесь немножко графита видно, и я хочу заметить, что когда обычно я делаю то же самое с простым карандашом, практически с любым простым карандашом, то у меня рисунок просто становится одним большим серым пятном, и здесь как бы не остаётся линии, всё сливается в одно, и поэтому тут графит он немного другой, он терпит такое скольжение руки, контакт с кожей, но я не буду этим злоупотреблять, поэтому я подставлю себе вот такую бумагу, это обычная пергаментная бумага. Компактный размер карандаша, кстати, никак не влияет на процесс, только если в позитивную сторону, потому что когда вы держите карандаш в руках, даже к примеру сейчас, скажем, вы рисуете такой ручкой, вы держите в руке как раз эти нижние 10 сантиметров, поэтому остальная часть вот эта, она не особо функциональна, здесь не нужно этого, потому что у вас это не обычный карандаш, где грифель заканчивается, 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 и здесь он закончился, его держать уже невозможно, а здесь стержни, поэтому открываются и меняются на новые стержни. Мне очень нравится, как здесь происходит штриховка. Также, если вы хотите сделать какие-то линии, которые меньше, чем вот данные 0,7 миллиметра, в увеличенном размере, скажем, это стержень, диаметр его, то вы можете наклонить его в сторону, что у вас рисуют только вот эта вот часть, ну вот, например, если вы в обычном режиме рисуете вот так вот, это и есть 0,7 миллиметров, вы можете сделать вот так вот, то вы можете его немножко наклонить гранью, и будет получаться линия потоньше, если вам нужна штриховка потоньше, либо реснички потоньше. Стираю я клячкой, вот такая вот ластик-клячка, чтобы не травмировать бумагу. С этой стороны у нас голова Давида, статуя древнегреческая. Карандаш довольно мягкий, но не настолько мягкий, как бывают обычные карандаши. Вы знаете, что вы нарисовали, провели пальцем и всё, у вас уже нет рисунка. Остаётся такое графитное пятно только, то есть здесь всё нормально. И я заметила, что вот я лично не делала много работ карандашом, как полноценных работ, так и скетчей. Я использовала карандаш крайне мало, но с появлением вот этого карандаша у меня появились карандашные работы, и скетчей стало побольше. Что я считаю? Хорошо, потому что вот сколько я рисую на карандаш, я всегда смотрела с мыслью, что я хочу делать монохромные работы. В целом у меня было желание чаще работать карандашом, но из-за того, что мне не особо нравился процесс, он был такой обычный. Но вот когда я держу этот карандаш, мне хочется им рисовать, мне хочется сделать какую-то работу именно карандашную, чтобы побольше им порисовать. Я делаю много работ в смешанных техниках, то есть использую не только один материал, например, одну акварель, а несколько материалов. Люблю смешивать, потому что разные материалы имеют разные свойства, они делают разные эффекты. Поэтому мне нравится использовать то, что вот хочется мне на данный момент, например, в работе мне, возможно, нужна будет легкость и прозрачность акварелей. Но также мне захочется добавить какую-то текстуру золота, и я буду использовать золотой акрил, либо золотые чернила. Или я рисую цветными карандашами. Текстура у цветных карандашей невероятно приятная, и особенно рисовать кожу я обожаю цветными карандашами. И, допустим, мне захотелось добавить более плотной текстуры, и я добавила элементы акрила, и так продолжать можно бесконечно. И то же самое с карандашом. Мне нравится как самостоятельно, сделанные одним карандашом работают, черно-белые такие. Но также мне нравится добавлять что-то, например, у меня недавняя работа была, я добавила поталь золотую. Получилось очень эффектно, потому что монохром этот от граффита и золота смотрится очень выигрышно. Или можно добавлять цветных деталей, акрилом, цветными карандашами, либо же пастелью, либо акварелью. Это у меня кисти торчат из головы Давида. Такая у меня подставка есть для кистей. И так далее. И так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь на фото платье такое цветочное, принт довольно мелкий, поэтому его можно нарисовать быстро. Вот такими небольшими кружочками. Там на самом деле розочки, но, конечно же, я не буду вырисовывать каждую розочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится, что можно вот так вот быстро-быстро переходить, рисовать с одного участка сюда линии, и это происходит очень-очень плавно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И бумага остается нетравмированной в том плане, что обычно бывают ситуации, когда простой карандаш, не часто, конечно, но иногда он царапает бумагу. Особенно если гриппель, он не равномерно заточен, а там есть какие-то острые кусочки. Я думаю, если у вас был такой опыт, то вы сразу его вспомните. А у этого грифеля, у данного карандаша просто нету даже шансов как-то поцарапать бумагу. Добавлю немного теней, чтобы вырисовывался объем. Вот стержень закончился, я его вытаскиваю нажатием кнопки. Рука данная находится ближе к камере на фотографии, поэтому она выглядит чуть больше. Можно было, конечно, это учесть и сделать ее обычного размера, но я не стала. Все, вот такой вот быстрый скетч у нас готов на левой стороне. Когда-нибудь, когда я закончу этот огромный скетчбук, я, конечно, сделаю скетчбук-тур обычный. Скетчбуками заполняются довольно быстро, потому что там страниц всегда 15-20, а здесь 80 листов, на которых можно рисовать и на разворотах. Также покажу еще один официальный первый рисунок, который не находится на первой странице. Вот так вот он выглядит. Вот это настоящая официальная первая страница, я пока на ней не рисую. Забыла добавить очень важную деталь, родинку на щеку. Теперь все, могу быть спокойна. И насчет того, тяжелый ли карандаш, у меня спрашивали, он совершенно не тяжелый, он легкий и не ощущается в руке, просто чувствуется, как будто бы часть руки. И давайте с правой стороны нарисуем второй скетч. Такая вот кругленькая голова, плечи, получился человечек. С этой стороны плечи, голова поменьше, тоже получился человечек. Знаете, что еще раньше препятствовало тому, чтобы я рисовала часто простым карандашом, графитным? Мне нравится техника такая, когда ты рисуешь именно вот таким графичным инструментом. И мне нравятся графичные работы. Но так как карандаш очень сильно марается, пачкает руки, графит отпечатывается на другой бумаге, с которой вот соприкасается. И поэтому из-за этих причин мне не очень нравилось рисовать. Что я делаю для того, чтобы защитить графит, чтобы он не отслаивался от бумаги? Есть специальные фиксативы, которые будут закреплять именно слой графита на бумаге и создавать пленку такую прозрачную. И у меня не было специального фиксатива для карандашей. Поэтому я использовала лак для волос. Свойства похожие, но конечно же это не одно и то же. Но тем не менее я использовала лак для волос и заказала вот недавно фиксатив специальный. Это такой универсальный фиксатив. В первую очередь я заказала его для карандашных работ и также для пастельных работ. Потому что масляную пастель покрывать питающие задачи. И когда придет я попробую. А так конечно я стараюсь прикладывать бумагу какую-нибудь. Например ту же самую обычную пергаментную бумагу, либо просто офисную бумагу А4 между листами. Если это важная какая-то работа у вас полноценная, которую вы очень любите, то конечно же надо это все закреплять. Продолжение следует... 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 не хватит места для ног дальше то есть вы должны за этим смотреть на этой фотографии у меня такие пышные волосы которые летят в стороны из-за того что голова резко сделала поворот знаете что мне нравится в этом скетчбуке еще это его листы есть листы такого слоновой кости оттенка не холодные листы потому что когда ты рисуешь на холодном листе и делаешь фотографию для соцсетей для инстаграма например то ты понимаешь что лист очень холодный и баланс белого не тот который ты бы хотел видеть это конечно зависит от того какой профиль вы ведете например мой профиль он такой естественных цветах минимум обработки я стараюсь конечно там делать более теплые фотографии потому что у света оттенок теплый и так как я делаю фотографии при дневном освещении мне хочется все-таки держать ленту более теплых оттенках и когда я рисую на скетчбуке или просто на листе холодного оттенка то фотографии получаются не очень красивые и вот поэтому мне очень нравится этот скетчбук потому что ты делаешь фотографию и она сразу же без никакой обработки готова для того чтобы пойти в ленту пару слов о том что я делаю перед тем как выкладывать фотографию я делаю очень мало обработки я могу вытянуть цвета где это необходимо но обычно я работаю именно с фоном допустим я сфотографировала и там где стол вот на таких участках например у меня слишком темно и я могу именно частично это высветлить я могу чуть-чуть добавить контраста но совсем немного и это незаметно и я смотрю на то как выглядит рисунок жизни и то что получается когда я редактирую конечно же и не редактирую слишком сильно чтобы это было с реальностью совершенно разными вещами я конечно стараюсь чтобы фотография передавала настоящий вид рисунка настоящие цвета и то что я перед собой вижу когда делаю рисунок в плане текстур в плане оттенков и поэтому я делаю меню обработки я обожаю те дни когда мне совершенно не нужно ничего делать просто вот даже малейшей яркости малейшего контраста ничего не надо делать и просто выкладывать фотографию это для меня самый такой удачный день потому что во первых не нужно тратить времени на обработку на то чтобы думать и и во вторых как-то получать все естественно то есть если ты заранее на этапе фотографирования сделал подходящую фотографию то это значит что у тебя меньше времени уйдет на подготовку поста на то чтобы посмотреть сочетаются ли фотографии друг с другом тоже хочешь выложить это что уже существует в ленте но бывают и моменты когда нужно просто немножко как я сказала добавить яркости где-то убрать тени и поэтому что касается фотографий которые идут соцсети то минимум обработки динаму вы Вот такая у нас референс-фотография. И сам скетч очень быстрый. Вот такое вот у нас было видео про такой невероятной красоты карандаш и невероятного удобства тоже, потому что он насколько красивый и эстетичный снаружи, так легко и играющий, припывающий можно им рисовать, потому что создается все-таки какое-то ощущение, что рисуешь не только ты, но и карандаш помогает тебе каким-то образом как-то подталкивать ее, потому что у него грифель такой мягкий, карандаш просто скользит, и тебе хочется рисовать еще и еще без остановки, поэтому вот три такие зарисовочки получились. Всем спасибо большое за просмотр, и увидимся в следующем видео. Все, пока!